вот этой собачке предстоит сегодня пройти полный комплекс услуг этой клинике привет пёс как его зовут ведьмак ведьмак заходим в самом начале конечно же бахила чтобы все было чистенько бахила на собак правда не одевают но хозяева они же грязнее собак и мы попадаем вот в такое просторное помещение регистратура надеваю современную форму ветеринарного врача смотрите какая она симпатичная и отправляемся исследовать клинику ветеринарная аптека питания для животных кабинет узи тоже пожалуйста отдельный прививочный кабинет процедурная еще раз напоминаю мы находимся ветеринарной клинике здесь процедурная бокс для младенцев а далее располагается просторный стационар который работает круглосуточно лечение здесь получают не только собаки и кошки москве московские ветрачи сказали усыплять привезли в клинику бест новосибирск и продолжают работать здесь животным а сломались почему как я интервью не даю сломались из-за гиперпоксироза чей такой тебе холосоли сделают у тебя лапки потом будут ходить ну а мы отправляемся дальше рентген кабинет а вот и наш знакомый пациент в начале осмотр сбор данных анамнеза у хозяйки и мы отправляемся в предоперационную я скажу это будет и спокоен спокоен подготовка операционного поля в начале нужно пациента поборить ну и манипуляции для искусственной вентиляции легких препараты для анестезии в клинике бест применяются импортные проверенные и качественные подготовив животное мы отправляемся в операционную я как оператор тоже переодеваюсь стерильность превыше всего здесь все как у человека хирурги соблюдают нормы стерильности используя безопасные и высокоэффективные антисептики как для животных так и для себя конечно вот здесь идет подготовка перед операцией хирург наталья уланова при операции животное подключают кардиомонитору который позволяет следить за температурой тела его дыханием и сердцебиением и и Клиника БЭС оказывает широкий диапазон хирургических операций, которые осуществляются при использовании современного лечебно-диагностического оборудования. И обязательно отправляем на анализы ткань пациента, чтобы исключить онкологию. Ну а дальше мини-тренажерный зал. Немножечко подкачиваем мышцы, рук, ног и переносим животное в стационар, чтобы оно спокойно отходило от наркоза. И вот мы уже проснулись, мы уже стоим на лапках. А нас ждет уже следующий пациент с Паниель. У него парализация задних конечностей. И сейчас ему предстоит операция на позвоночнике. Наркоз, подготовка операционного поля, ну и все остальные уже знакомые вам процедуры. Ветеринарные врачи в клинике БЕСТ – это высококлассные специалисты, которые стажируются в ведущих ветеринарных центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, практикуются в США, Польше и Чехии. Ежегодно доктора проходят переподготовку, и многие из них ведут научную деятельность. Клиника предлагает узкоспециализированную многоплановую диагностику на оборудование, которая не имеет аналогов в регионе. Пожелаем нашему пациенту скорейшего выздоровления, а нас ждет следующий пациент Процедура гемодиализа День из жизни ветеринара Ярослав Евгеньевич, мы находимся на... Находимся на процедуре гемодиализа. У нас есть прекрасный пациент, зовут ее Прада. У нее токсическое поражение почек, острое повреждение почек, и вот мы боремся за ее нефроны. Ей показана процедура, и мы, собственно, ее выполняем. Система, на самом деле, кажется, что очень просто устроена. Кажется, очень сложно. Очень сложно подключать. Но если вкратце, мы забираем кровь, пропускаем ее через специальную систему фильтра, после чего возвращаем уже очищенную кровь пациенту, и так много-много-много-много-много-много-много раз. Я, насколько понимаю, вообще это, ну и в медицине человеческой, это дорогая штука, дорогое удовольствие. Да, он очень дорогой, и более того, сами расходные материалы неимоверно дорогие. Чем, на самом деле, больше пациент, тем дороже стоимость процедуры выходит. Потом, вот вы вначале видели, когда собака еще была в таком полудреме, как только она немножечко дергает головой, у нас тут же аппарат выдает ошибку. То есть аппарат не может забрать кровь, собаке катетер там смещается, присасывается к стенке сосуды и так далее и тому подобное. Но когда они вот так отдыхают, нам проще. Вообще, это человеческий аппарат. Есть в Москве, точно, есть в Питере, есть у нас, и, по-моему, еще в одном или двух городах всего в России. То есть это не очень популярная тема. Как часто требуется демогиализ вообще животных? Чаще, скажем так, летом, в силу определенных заболеваний, которые имеют сезонную, в общем, сезонность. В частности, у собак это пероплазмоз, он же клещевой губизиоз, и это чаще. Допустим, у нас и существует несколько лет, еще не все знают. Более того, поскольку стоимость очень высокая, не всегда могут себе владельцы это позволить, это реально очень дорого. Этот фактор тоже вносит свои коррективы и лечения. Сколько, как пример, на этой собаке получается вот одна такая процедура 3-4 часа? Около 30 тысяч. Около 30 тысяч. А сколько раз это потребуется? Это непонятно, да? В 99% случаев не ограничиваемся одной процедурой. Это 2 и более обычно. Вот редкий случай в этой собаке, возможно, что будет одна. Возможно. Диализ увеличивает выживаемость пациентов с подобными патологиями на 30%. Может показаться, что это немного, но это 3 из 10 собак, если мы берем по процентажу. И вроде как 3 из 10 уже не так уж и мало. Это не панацея. У нас в ветеринарной практике гемодиализ используется немного с иным уклоном, даже в человеческой медицине. Там более распространён хронический диализ. Мы его не используем. Просто потому, что у людей диализ делается за счёт государства, а стоимость та же самая. Диализ ветеринарному пациенту делать сложнее. Во-первых, конечно же, размеры. А во-вторых, у нас есть лишь всего-навсего 2 доступных сосуда, через которые мы можем эту процедуру осуществлять. Со временем, рано или поздно, они выходят из строя и требуется время. Иногда до месяца на восстановление. У людей разработано много методик и техник, куда они могут устанавливать вот эти вот центральные генозные катетеры. Да, это рёмная вена. Ерёмная, да? Да, поэтому чаще всего именно острый диализ имеет наибольшую значимость. Гемодиализ. Ну, а мы отправляемся дальше. Так, у нас здесь обратный МРТ. Сейчас с вами зайдём, чтобы вы не походите. Вот, на шату. Вау! Да, полтора тресла. Очень информативное исследование. Мы очень рады. Исследуем всех. Но грамм 200-300, конечно, сложно исследовать пациентов. Там, да, белки. Даже белки? Жиры. Но всё равно исследуем. Ну, вот такие. Для пациентов попадается. Просто головная маска вот такая вот, а срезы получаются достаточно широкие, и всё сканирование не закладывается. То есть мелкие детали, хоть маленькие в мозге, ничего не следует. Но так, в принципе, возможно, если прям кому-то лучше хочется. Конечно, всё равно. А максимальный пациент какой был у вас? Максимальный из веса, из весовой категории. Ну, именно большой. И весовой, и... 60-70 килограмм. Самый крупный, который в крови. Головной мозг, спиной мозг, области суставов, плечевые, коленные, но это недостаточно часто, так редко в основном это связки, какие-то воспалительные процессы, мягкотканное образование конечностей, ну, если прям не можем амцировать, костные повреждения, допустим, остеосаркома, которые идут в детальных, или максимальных отделах конечностей, что зоны повреждения необходимы для ортопедов, психологического мешательства. Ну, патологии различные, поэтому определённо сказать, что там у нас будет сложно очень. То есть это как воспаление, опухоли, травму, тоже всё это исследуется. Такая особенность, в принципе, анатомически тоже мы всё это рассматриваем. Не входить? Так, что это? Так, здесь у нас будет исследование, как бы, гранатомография, исследуются у нас пациенты тоже различного веса. Вот, в основном, ориентированы здесь на костные изменения, то есть это травмы, протокетические патологии, пациенты с онкологическим заболеванием, сосудистыми аномалиями, то есть, но здесь масштабность исследования достаточно большая, так же, как и в какой-то ВМРТ-исследовании. Здесь у нас идёт челюстно-лицевые изменения, дентальные исследования, мы тоже можем всё это выполнить, хотя мы требуем больше есть онкологический рентген, этого, в принципе, ему тоже не всегда достаточно, поэтому различные свящевые изменения, то есть онкозальные свящи, которые мы... Очень часто пациенты идут с эстетическими изменениями, онкологические пациенты, именно прям зачастую это пациенты с опухолемолочных желёз, чтобы посмотреть вертикальность хирургии и насколько мы можем провести вообще операцию. Сегодня было у нас несколько пациентов, у данного пациента есть изменения, связанные с межпозвонковым диском, с самим спинным мозгом, сейчас я открою укладки, вот здесь у нас идёт ликвар, который мы видим от спинного мозга, а вот здесь есть прерывание, то есть непосредственно на таком большом участке, и это говорит о том, что спинный мозг находится в состоянии отёка с какими-то изменениями, но в данном случае это связано с экструзией диска или грыжей диска, как нам более привычно называют. Состояние, конечно, спинного мозга политично достаточно. Это спаниель-то? Ой, я же была на операции его как раз. Дай бог, чтобы у него всё хорошо. Да, вот здесь можно смотреть в 3D-фолоскости, но тоже очень. Вот здесь идёт видение контраста, и это всё сосуды, которые напитаны контрастом, и в таких плоскостях мы можем посмотреть вообще всё. Очень красиво смотрится. Но у данного пациента мы смотрели зубы, что у них было не так, и ужасные состояния зубов. Сросла очень собачка, 13 лет. Резортивные поражения в верхней и нижней челюсти, паризонтит очковый. Много отсутствующих уже удалили вот с этой стороны. Потом стоматолог он решает. Что делать? Но, как правило, здесь делать нужно удаление всех зубов, чтобы облегчить жизнь собачки. Так по компьютерной томографии не передать ощущения, которые, видишь, визуально как она болеет, да? Да, потому что жесткое течение уже совсем. Ещё один пациент. Представляете, девчонки это всё тягает, когда собачка находится в наркозе, особенно вот такая, она начинает, по-моему, в два раза больше весить. Расслабляется. Настя унесёт сень. Ну, не было ещё той собаки больше. Которую бы... Здесь тренажёрного зала не нужно, здесь вот тренажёры. А всё-таки человеческим врачам им легче. Их пациенты, но если только это не психбольница, они не кусаются. А вот эти товарищи... Вопрос! Анастасия, что мы будем делать этому пациенту? Исследование головного мозга для исключения объёмных образований, инфаркта, структурных изменений, чтобы найти ничего. То есть у него сейчас эпилептические припадки, да, то есть на основании? И мы должны исключить все возможные моменты, которые провоцируют эпилептические припадки и за счёт этого поставить диагноз, допустим, эпилепсия на конече года или самостоятельно. Так как ему 5 лет, поэтому возможно, что причина есть для разъятия симптомов. Но иногда мы её не находим. Сейчас уже будет лёгкий наркозик, да? Ну, как сказать, будет общий. Общий. За полного отбережения. И вот сейчас потихонечку вводим и собатика будет засыпать. Спать, спать, засыпать. И всё. И байки. И байки. Всё. Байки. Вот как раз эта аппаратура подключена к нашей собачке. Пациент у нас ещё там. Мы здесь. Мы получили первый срез. Но пока видим объём такой огромный. Что это? Ещё точно не знаем. Поэтому в конце исследования будет более понятно выводить контрастное вещество. Но по предположению, что это опухолевый процесс. Он лежит там, бабакин. А здесь уже всё ясно и понятно. И ещё один пациент клиники. Снятие конструкции. То есть прежде чем снять конструкцию, нужно сделать контрольный рентген. Ходится моргозик, мы сейчас будем спать. Глаза грубые, красивые. Потому что ну не скажешь собачке. Оп! Лежи, не шевелись. Всё срослось, побежали. Супер! Профессионалы! Один день ветеринарного врача. И сколько спасённых судеб. вот он, сербальчик встал, встал, на ножки, ходит, молодец. Это был насыщенный день. Один день из жизни ветеринарного врача. И да, это совсем не на правах рекламы. Когда-то я училась с этими настоящими человеками в одном институте. Мне несказанно повезло. Меня запустили в святая святых, и эта клиника на самом деле оказалась лучшей. The best. сэк. Аплодисменты. Аплодисменты.